Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Ну что ж, забрала я последний свой заказ. Ну, наверное, что уренгойский заказ на лето, это точно крайний. Вот, все остальное уже буду, видимо, в отпуске покупать. Ну, как понимаете, здесь лежит акварельный скетчпад, значит, что-то акварельное. Ну, мы сейчас сначала, наверное, посмотрим в магазине покупки. Я давно не была у нас в магазине цента, говорила, это что-то наподобие фикс-прайса. Вот, знаете, зря не заходила. Там столько всего интересного, намного лучше, чем в фиксе товары. В фикс-прайсе контейнеров вообще нету, поэтому сейчас покажу, что я купила все-таки в магазине цент. Первое, это такой контейнер. Взяла два, ну, у меня было всего 400 рублей, поэтому пришлось взять только эту сумму. Ну, можно было еще взять, стоил он, по-моему, 79 рублей, этот контейнер. Это наподобие, как у меня с Алиэкспресс. Контейнер, сейчас покажу, такой вот широкий. На Алиэкспресс есть тоже вот такие узкие. Вот, но видите, разница в высоте. А, нет, в высоте нету разницы, в ширине только разница. И в материале тут плотный. Какого? Здесь пластик прозрачный, здесь пластик непрозрачный. Так, теперь оба обратно в сумму эту штук. С того, как раз-таки, контейнеры я буду все перекладывать. Ну, я взяла их два. Их можно в разном, можно так ложить. Но, скорее, вот так вот будет удобнее. Можно стоя ставить. В общем, кому как удобно. Можно даже, в принципе, мне кажется, их сцепить вместе. Ставить на двухсторонний скотч. Ну, в общем-то, можно что-то с ними придумать, чтобы, допустим, побольше было. Вот. В старый свой органайзер я перевожу, скорее всего, наверное, маркеры 100. Уже оставшиеся оттенки, которые у меня со старого набора. Вот. Сюда я положу, наверное, что-то другое. Может, какие-то карандаши. Маленькие наборы. Ну, и, может быть, еще раз зайду в цент и докуплю еще несколько таких штук. Посмотрим. Так вот, еще штуки две взять, чтобы было их четыре. Я думаю, что будет достаточно для чего-нибудь. Вот. Дальше. Следующий контейнер. Взяла такой. Тоже достаточно удобный. Пластиковый. Ну, красивое оформление. Все в фиолетовом стиле. Ну, там либо серое, либо фиолетовое. Я серое не сильно... Только мне нравится серый, но для меня скучновато. Хочется чего-то поярче. Так, этот уже скотчем заклеим. Надо было его тоже открыть сразу. Можно было заранее это сделать. Извиняюсь, что шуршу. Ну, ладно. Вот. Короче, здесь также фломастеры какие-то будут или карандаши стоять. Больше мне нравится в квадратной форме. У меня есть такие полукруглые органайзеры. Полукруглые мне не очень нравятся, потому что место чуть по-другому занимает. То есть квадратные поставил, рядом еще какой-то квадрат и намного удобней. В общем, вот такой контейнер. Достаточно хороший, добротный. Вот. Не воняют они, хоть это и Китай. Так что я довольна покупкой. Вот. Так. Ну и давайте непосредственно к заказу с магазина YouTube Site. Мне как-то в один день начали красный карандаш в рассылку делать и YouTube Site начали делать рассылку. Ну, на YouTube Site мне было проще заказать. Там доставка при оплате. Но я забыла. Я вообще зашла туда чисто из-за того, что была акция бесплатной доставки. Но я забыла в промокод ввести. И из-за этого мне все-таки платная доставка досталась. Так. Ну, давайте начнем с самого легкого. Такая вот кисточка от Pinax 771. Это белка имитация. Сейчас мы с вами ее, кстати, и проверим заодно. Вот. Так как будет акварель показана в ролике. Ей как раз-таки и буду делать выкраску. Тупанула. Надо было толще еще взять парочку штук. Здесь вот такой острый кончик. В принципе, надо сразу водой смочить, промыть. Разработать немного эту кисть. Вот. Но что-то она не хочет. А все. Сейчас. И посмотрим, какая она в мягком. Ну, уже непосредственно при работе. Ну, нормально, в принципе, в целом. Такая достаточно не жесткая, а мягкая. Сейчас посмотрим, когда будем делать выкраску, станет все понятно. А выкраску мы будем делать однозначно. Ну, и такие спонжи взяла. Набор губок натуральных. Это для красок. Ну, я еще ни разу подобным не пользовалась. Даже обычной губкой не пользовалась. Надо бы попробовать, посмотреть, как это делается. Я все никак не сделаю. Откладываю на потом. Здесь разных три видно. Это дешевые, недорогие. Сто чем-то рублей стоили этот наборчик из трех штук. Или около двухста. Что-то типа того. Не больше двухста, короче. Вот. Ну, достаточно такие жесткие. Посмотрим, как ими будет работать. Просто у нас в магазине они стоят рублей четыреста. Ну, как бы, видите, выгоднее мне было купить на сайте, заказать. Вот. Так что теперь еще такие спонжики у меня будут для работы с акварелью. Вот. Ну, и последнее. Что было приобретено? В таком вот красивом пакетике из крафтовой бумаги. Мне очень так понравилось, что в таком оформлении. Я люблю что-то типа минимализма. Ну, на праздники, но какие-то хочется красоты. А так, в целом, крафт самое то. Запечатанный конверт. Ой. Сейчас. Откроем его. И я покажу, что там. Жалко, блин, портить. Ну, я на самом деле сама его заклеила. Я, конечно, уже открывала. Проверяла, что там и как там. И я его заклеила специально. Так. И вуаля. Ну, я думаю, все уже догадываются, что это за акварель. Какая. Вот. Это новые оттенки. Вышли уже в кюветках. Были сначала в тубах. Я тубы не люблю особо. Кюветки мне удобнее. Вот. Но у меня нет магнитной ленты, поэтому пока что они будут лежать просто по-обычному. И так же два цвета старых еще. Но это было тоже новинкой несколько месяцев назад. Это фиолетовый диоксазин и марс черный. Мы тоже их с вами посмотрим. Я уже в этот блокнот выкраску еще не делала. Мы будем вместе делать блокнот. Я записала уже все эти оттенки. Опять перепутала. Пропустила я 556. Ну, вот здесь подправила цифры. Но на этой страничке все равно пришлось 559 сюда записать в конец. Вот. И неправильно расчертила таблицу. Вот. Ну, сейчас мы будем делать выкраску и посмотрим, как что здесь будет работать. Очень интересно. Я взяла сразу все оттенки, какие только были у этой акварели. Потому что, скажите, я скажу, что я хотела сказать. Ну, я не люблю смешивать. Это можно, я знаю, многие писали, типа, зачем вы это все покупаете. Многим девочкам приходили такие комментарии, когда можно самому смешать. Кюветки, кстати, пронумерованы тоже. Это хорошо. Я люблю, когда есть нумерация. Вот. Типа, можно самому смешать. Ну, кто-то любит смешивать, кто-то умеет. А кто-то не может или не хочет заморачиваться. Вот я не хочу заморачиваться. Недавно я уже смешивала какие-то оттенки. Мне не понравилось этот процесс. Потому что, во-первых, ты не знаешь, как смешивать с чем. А сидеть постоянно в интернете, искать, да, как идет смешивание, какие оттенки нужно смешивать. Ну, тоже не очень хочется. Согласитесь, не всем это хочется. Тот, кто знает, кто в этом разбирается, да, им просто. Легко они могут взять и смело этим делом заниматься. А кто не разбирается, тем как бы особо это и не надо. Взял вон готовый вариант. И все. Вот. Ну, будем сейчас смотреть, как вот на этой бумаге. Красиво, некрасиво. Давайте пока что с этих. Начнем с четырех оттенков. Главное не перепутать. Почти по порядку. Так. Давайте 557-й. Потом 558-й идет. А это последний. И мы посмотрим сейчас. Так. Наверное, в кадр помещаемся. Отлично. Пока помещаемся. Так. Первый у нас цвет идет 557-й. Это вот этот лазурная мгла. Ну, посмотрим сейчас. И кисточку заодно пробуем. Ну, кстати, вот кюветки эти так прям заполнены, знаете, полностью. То есть остальные кюветки у меня старые акварели. Как-то они, знаете, не так заполнены. Чуть поменьше. А здесь прям за края видно заходит. Так, 557-й. Главное не перепутать. Так. Ну, кисточка вроде неплохая. Ну, тут нам нужно побольше воды. И видите, на этой страничке у меня мало пространства. Не знаю, как здесь проявятся эффекты этой волшебной акварели. Будет видно. Я сначала сделаю сейчас вот парочку оттенков здесь на камеру. А потом уже за кадром. Остальные сделаю, наверное, за кадром. Вот. Которые на этой страничке сейчас мы сделаем вместе с вами. А остальное уже потом за кадром. Потому что сейчас придется ждать, пока подсохнет все это добро. Ну, и также я возьму акварельную бумагу, чтобы нам посмотреть, какие эффекты. Так. Главное, чтобы не затекло куда не нужно. Вот. Чтобы нам посмотреть, какие эффекты более в таком большом формате будут передаваться. Потому что, ну, маленькая выкраска все равно так стопроцентно не передает всю красоту акварели. А когда уже побольше делаешь, тогда поинтереснее. Где у меня тут парочка таких, которые... Вот 555 первый начинается. Ну, надеюсь, я вам не надоем своей болтовнёй. Я уже, правда, подустала. Потому что сегодня я сама себе делала маникюр. Я очень задолбалась. Вот. Сначала хотела наращивания, но не получилось. Ну, по времени очень долго, муторно. И что-то ещё. Да, я уже устала. Я уходила по делам. И уже когда вернулась, я уже устала. И не хотелось мне уже никакой маникюр продолжать делать. Вот. Так. Добавляем побольше водички. Такая акварель любит больше воды. Да, вообще любая акварель любит большое количество воды. Но уже сразу видно, что работать приятно так этой акварелью. Она не так, как просто обычная. Она уже какие-то даёт эффекты. Да, и вот на этой бумаге она прям их шикарные даёт. Я даже хочу сказать. Жалко у нас в раскрасках. Не такая бумага. Вот. Ну, в принципе, можно попробовать. Кстати, на днях я буду делать затест тоже этой акварели. Я сейчас снимаю одно видео по этой раскраске. У меня тут работа идёт одна. Наверное, не буду её сейчас показывать. Короче, здесь хорошо акварель себя ведёт. Ну, в том плане, что она не протекает. Можно будет поиграть водой. И я как раз-таки там сделаю один разворот. Фон сделаю какой-то из сумеречных этих оттенков. Вот. Так, давайте теперь ещё 556. Что надо найти? Вот, 556. Сейчас посмотрим. Чё да как. Вот. Короче, надышалась я сегодня химозой. Мне уже... Голова у меня уже не варит. Вот. Хотя, может, кто-то скажет, что я никогда не варит. Ну да. Бывает и такое. Так. 556. Я потом по оттенку... А, ну, название вот. Голубая мгла. Сейчас у нас будет... Я, может, много акварели самой по себе беру. Не знаю. Тут как бы... Всякое бывает. Вот. Так что теперь у меня будет и Ван Гог. И такая наша российская акварелька. Хорошо, что Невская палитра выпустила. Я как-то... Для раскрасок не принципиально. Чё и как. Вот. Ну, я думаю, что многие знают, там когда-то были скандалы у художников. Вот. Нам, кто раскрашивает, это не так важно, я думаю. Поэтому... Такие вот пироги. И я как бы против ничего белых ночей в данный момент не имею. В принципе, нормально. Для сельской местности сойдёт, как говорится. Так. Ну что ж. Пока получается вот так. Эффекты уже, в принципе, видны. Вот этот голубой... Голубая дымка очень хороший оттенок. Он переливается такой... Здесь есть синий, есть бирюзовый какой-то оттенок. Вот. Получается, наверное... Да. Мгла, видите, она обычная. А дымка, видимо, наверное, будет с разными... Ну, я имею в виду, мгла обычная в плане того, что это грануляция. Хотя, ещё спорный вопрос. Грануляция ли? Вот. Посмотрим. А здесь распадается... Ну, получается... А именно дымка, это уже распад на разные оттенки. Вот. А мгла, это больше вот в осадок выпадание. Ну, у меня магниты сейчас с собой нет. Можно было бы проверить. Есть тут такие частицы эти... Железо. Вот. Ну, как-нибудь, может, потом проверю. Ладненько. Тогда пускай, пока эта страничка подсыхает, я уже вот эти два оттенка сейчас за кадром выкрашу. Потом это всё высохнет. Я остальное тоже выкрашу. И покажу вам, какие красивые оттенки. Именно вот на такой, на красивой, хорошей акварельной бумаге. Ну, что ж, без косяка не обошлось. Я перепутала этот цвет. Это не фиолетовый диоксазин. Это фиолетовая, по-моему, дымка. Ну, что-то из этого, короче. Теперь надо будет не перепутать, что здесь 620... Так, 631. Вот этот вот, что это не сиреневая дымка. А что это будет диоксазин? Так, ну, давайте дальше выкрашивать. 550. То что ты будешь делать? Я что-то вообще прикола не пойму. А, всё, 559 у меня идёт в конце. Так что мы его, наконец, и оставим. Что-то я вообще, короче, путаюсь с этой акварелью. Это какой-то кошмар. Я уже замучилась. Ну, я веду сама по себе. Думаю, что я туплю-то так постоянно. Видимо, это моя фишка, знаете, тупить на каждом шагу. Ну, ничего страшного бывает. Без этого никуда. Так, не знаю, будет удобно, неудобно. Постараюсь. 560. Кобальтовая дымка. Надеюсь, что в этот раз точно. Это то, что нужно. А не как обычно, перепутаю. Так, ну, она, смотрю, не сильно такая насыщенная. Более лёгкий цвет. Добавим воды на кисточку. Здесь вот побольше уже пространства. Можно чуть-чуть разгуляться. Но кисть неплохая, хорошая, в принципе, в целом. Можно купить побольше. Ну, между и размером побольше. И несколько штук. И с Алиэкспресса надо будет тоже заказать кисти, которые мне нравятся. И нормально раскрашивать, и выкраски делать достаточно удобно. Поэтому нужно будет закупиться нормальными кистями. Так, 562. Это у нас серо-синяя дымка сейчас будет. Вот это уже погуще такой цвет. Хороший, насыщенный. И кисточка, кстати, хорошо воду держит. Вот это. В сравнении, если с синтетикой, то вот эта кисть воду получше держит. Мне еще понравилось. Там где-то в каком-то моменте так получилось, что, знаете, как вихрь на предыдущих выкрасках. Не знаю уж в этот раз тут, выйдет такое или нет. Так, 563. Это уже к зеленому относится. Хром-кобальтовая дымка. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Ну, это какой-то такой прям... Ну, на бумаге, наверное, будет посимпатичнее. И, кстати, не нашла я что-то акварель. Ой, фото-бумагу акварельную у себя. Ну, дешевые варианты нашла, но мне не нравятся. Они не такие пористые, как вот эта бумага. Но это тоже недорогая, как бы, но она совсем другая. Не то, что есть у меня. Вот, поэтому... А такую вот, чтобы прям более качественную. Что-то я... Либо я куда-то ее убрала, либо у меня уже просто нет ее. Так, еще оттеночек чуть-чуть добавим. Так, этот цвет закончились. Вот, это у нас 628, это диоксазин. Это вместо сиреневой дымки, вместо 631. Сейчас нанесем. Вот, и будем потом дальше остальные выкрашивать. И думаю, что-то не то, блин. Думаю, как так? Фиолетовый этот, он, по-моему, такой прям глубокий, темный, насыщенный. А здесь на этой выкраске, я смотрю, с переходами, думаю, как так? Оказывается, это я лоханулась. Не то сделала. Так. О, как вы уже смотрите, как растекается красиво, когда воды добавляешь на акварельку. Ну, конечно, я все равно не так как-то делаю выкраску. Не то, чтобы не так, все равно нужно разгуляться, больше воды как-то добавлять. Какие-то там вот, типа этих точечек делать тогда больше эффектов. Но сейчас это тогда все добро будет сохнуть полгода. Вот. Ну, не проблема, просто время на это нужно. Я феном не сушу, во-первых, сейчас поздно уже, допустим, я снимаю. И мне не вариант. Соседи жаловаться будут. Скажут, какой фен нафиг в 12 часов ночи. Так. Теперь. Ну, смотрите. Вода, кстати, уже у меня фиолетовая. Ух ты, как классно. Вот, может, так и оставить, а? Ничего не добавлять. Не буду размешивать. Вот тут вот так вот чуть-чуть сделаю. И, ну, да, сказала, не буду размешивать, сама так сделала. Ну, вот. Я думаю, сейчас будет что-то интересное здесь от таких подтеков. Так, 630-й. В общем, вода не прозрачная, а, ну, на бумагу цвета вообще нету. Это классно. Так, дальше у нас 630-й. Фиолетовая дымка. Ну, то какой-то не совсем фиолетовый. Даже на зеленый похож. Ну, вот именно в кюветке. А по факту он вот такой. Так. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут за дымка фиолетовая. Ну, конечно, у Ван Гога у нас, да, по-моему, не столько много оттенков, как Белые ночи нас решили порадовать. И это, конечно, хорошо, в принципе. Так, еще чуть-чуть цвета. Ну, это такой легкий цвет. Не совсем темный. Еще вот так вот можно чуть-чуть побаловаться. Так, дальше у нас 632-й. Сказала, что на камеру больше не буду выкрашивать. Сама выкрашиваю. Сама выкрашиваю. Сама выкрашиваю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч!